всем привет друзья давайте сегодня рассмотрим немножечко другой контент и это будет не геймплей это будет не игра это будет политика конфиденциальности wargaming давайте она достаточно большая у кого сил хватит дотерпеть значит и посмотрим главные функции что же это у нас такое и так друзья мои мне достаточно было вот этого пункта для того чтобы понять что к чему но как вы сами знаете да все игры допустим все господине игры соцсети такие как вконтакте это является наверное она осведомителем для фсб фэсбук допустим русифицированы на на тоже фсб английский это фбр соответственно то есть я имею ввиду осведомители работают именно с ними то что касается других соцсетей все то же самое абсолютно то же самое какие-то китайские соцсети соответственно они тоже являются для китайских спецслужб осведомители осведомителями и так давайте посмотрим для меня как бы новшеством вот оказалось то что я прочитал давайте посмотрим оказывается что варгейминг также осведомляет о абсолютно обо всех моментах кому-то ну кому-то мы можем только догадываться кому а именно давайте ну я так полагаю что они не напишут кому но тут они четко говорят что они передают все данные о нас абсолютно о том как мы играем от на том какие у нас платежные системы о том сколько мы башля им этим ушлепкам в варгейминге вот о том как ну то есть всю почтовый адрес домашний адрес номер телефона все передает вот смотрите итак день вступления в силу нового новой политики значит конфиденциальности варгейминга 17 июля то есть сегодняшнее число как вы видите сегодняшнее число если вы видите предыдущая была за 12 18 12 ноября 18 года соответственно по сегодняшний день написано мы обязуемся отстаивать и соблюдать ваши права на данные о вас что это значит ребят еще раз давайте прочитаем мы обязуемся отстаивать и соблюдать ваши права на данные о вас кто-нибудь что-нибудь понял явно здесь кто-то ковырялся с какими-то юристами но такими серьезными либо больными на голову но наши данные о данных о нас на данные о нас вот наши данные они как-то обязуются отстаивать каким образом отстаивать давайте посмотрим в настоящей политике конфиденциальности далее политика описано как мы собираем обрабатываем используем и передаем данные о вас они обязуются отстаивать и соблюдать наши права на наши данные которые они наглым образом просто-напросто берут собирают но это понятно собирают обрабатывают используют сами лично то есть они грубо говоря перепродают наши данные нас в игре миллионы русских украинцев поляков американцев немцев кого угодно и каждого из этих людей у собственные личные данные номера карт номера счетов номера телефонов номера домов коды личные от каких-то онлайн кошельков и так далее друзья мои все всю эту информацию они передают а знаете когда когда мы загружаем наши игры когда вы загружаете наши игры на свои компьютеры грубо говоря когда мы загружаем нашу игру их игру на свой компьютер мы вводим все данные эти данные они передают. Класс, да? А также передают, когда мы играем в них, используют веб-сайты и приложения, другие продукты. Ребят, вот в этом пункте написано другими словами. Мы Wargaming являемся собирателями данных, обрабатываем эти данные и передаем в ФСБ там и куда угодно. Зачем? Почему именно ФСБ, да, ребят? Ну, потому что здесь очень много различных людей, различных переписок, в том числе, вот кто-то кому-то переписывается, с кем-то переписывается в игре. А вы что думаете? Допустим, есть, ну, грубо говоря, можно рассчитывать таким образом даже, ну, думать с точки зрения ФСБ, допустим, как они могут это все обдумывать. Ну, например, они думают, так, есть, ребята, ну, никто же не будет искать переписку в игре World of Tanks, переписку террористов, допустим, да? Ну, образно, я ничего не говорю, но образно. Это предлог. Я считаю, что это предлог. И вот такие два маджахеда или там 10 маджахедов создают собственный клан и в этом клане переписываются. Ну, какой дурак будет искать переписку там о том, что ядерную боеголовку где-то они будут куда-то направлять там, какими-то путями в Москву и взрывать, и чтобы 15 миллионов человек умерло. Ну, кто будет искать эту информацию здесь? Ребят, здесь работают, ну, естественно, здесь люди работают, но считывают информацию все роботы. И я более чем уверен, что вот после того, что я прочитал, 100% здесь у них есть зашифрованные коды, которые считают нашу переписку и считают то, что, допустим, вы говорите кому-то о том, как любите чужую маму там, как ее нагинаете, или там желаете ей смерти там, или еще что-нибудь. Ну, и в то же время, может быть, как-то распознается, какая-то система распознает вообще в вас потенциального террориста. И эту информацию тоже передает кому-то. Понимаете, в чем дело? Это один момент. Другой момент. Тут же они знают, где вы живете, тут же они знают вплоть до, вот, метра, потому что по IP-адресу, по IP-адресу вашего компьютера, они точно знают, где вы живете. Моментально уточняют номер квартиры, в которой вы живете, ребят. И вся эта информация передается куда? Да? Именно туда, куда вы и подумали. Итак, мы, значит, к данным о вас, о ваших данных, то есть наши данные, да, мы относим данные идентифицированного и идентифицируемого физического лица. Да, ё-моё, вы, блин, достали. Данные о вас, ваши данные могут включать, например, ваше имя и фамилию. Вот, это, например, ребят. И когда пишется, например, это будет самое простое, самое легкое, самое лояльное. То есть на самом деле нужно понимать, ваши пароли, ваши логины, там, я не знаю, какие-то вот переписки ваши. Ну вот смотрите, ваше имя, фамилия, почтовый адрес, то есть они уже знают почтовый адрес, естественно. Да, адрес электронной почты, значит, информацию о вашем возрасте, поле и игровых предпочтениях. То есть они знают, в какие игры вы играете. Не то, что в поле, поле это имеется в виду, но какие игры в принципе вы играете, наверное. То есть они каким-то образом выкупают с помощью вашего компьютера, какие игры еще стоят на вашем компьютере. То есть для них это фигня. Они код написали, отправили, вы сами скачали эту игру, и все, что у вас есть на компьютере, все отображается в электронном виде, в числовом виде у них. И они видят, что у вас есть на компьютере, ребят. Круто? Да, конечно, круто на самом деле. С их точки зрения круто. Но мы разве имеем какую-то конфиденциальность? Неа. Они полностью знают все о нас, о том, вот какие домашние видео есть на ваших компьютерах. Ну, кто понимает, о чем я. Они распознают характер этих домашних видео, допустим, да? Праздничное или насильственное. Соответственно, эту информацию они также передают, вы знаете куда. Или у вас какая-то информация, допустим, о том, что вы не сторонник политической системы в данной стране. Ну, допустим, вы сторонник Навального и не сторонник Путина. Эта информация уже передается. Или, допустим, у вас есть какая-то литература, которая гласит о том, что кто-то считает о том, что... Одну секундочку, ребят. Или, допустим, у вас же подключены, допустим, да? Как они? Микрофоны, когда вы играете в игру. То есть они прослушивают все. А возможно, и когда даже игра не включена. Ведь для них это просто написать несколько цифровых кодов. То же самое, если вы сторонник того, что Курилы принадлежат Японии. Вот реально, вы думаете, что так вот. А как вы знаете, сейчас в России принят закон, или принимается закон о том, что даже мысли об этом... Ну, не мысли, а даже вот если вы в интернете пишите свое мнение, допустим, о том, что вы считаете, что Россию надо разделить на мелкие части. В том плане, что, допустим, Крым отдельно будет намного лучше выглядеть самостоятельно, нежели в общем массиве всей Российской Федерации. И в этом случае они посчитают, они эту информацию найдут и придадут куда следует. А потом к вам придут следователи и скажут, что вы сепаратист и занимаетесь вот такими делами. Понимаете, в чем дело? То есть, даже вот эти два первых момента, два первых абзаца говорят обо всем, ребят. Ну и давайте дальше немножечко. Это, в принципе, интересно. Давайте дальше. Фамилия, имя, отчество, там, тра-та-та, игровые предпочтения. Это, например, анонимная или обезличенная информация, которую мы не можем связать с вашей личностью, не относится к категории данных от вас. То есть, если, допустим, у вас есть на компьютере, вы играете на планшете, на планшете у вас, например, идет, ну, есть камера, да, естественно, может быть такая информация, что вы в то время, когда играете в танки, просто с каким-то товарищем разговариваете о разделе, допустим, Рязанской области. Ну, от отделений, там, Калининграда, допустим, да. Значит, микрофон включен, камера. Вы же не думаете, что камера вас пишет, когда вы играете в эту игру? А когда вы играете в эту игру, ребят, компьютер полностью в игре. У них 100% настроены коды для того, чтобы ловить слова в эфире. То есть, они среди миллионов игроков достают вот эти вот слова и записывают сразу на видео через ваши видеокамеры, записывают ваше лицо. И эта информация уже не может быть анонимной или обезличенной в том случае, если вы своевременно взяли бы и закрыли пальцем там, или скотчем, бумажкой закрыли бы объектив этой видеокамеры на вашем планшете, да, или на вашем ноутбуке. Или просто на обычной камере, веб-камере телефона. В смысле, не телефона, а этого. На чем вы играете? На компьютере, допустим. То есть, если вы закроете, то уже не видно, кто говорит. Соответственно, это анонимная информация, обезличенная информация. То есть, вот как-то так. Так, да, я углубляюсь очень сильно, но, ребят, вот это для меня сразу о чем вот говорит. Именно об этом. Большинство людей у нас, я не скажу, что это дети. Я скажу, что это осознанно взрослые люди, там, вот, 15 лет, которые могут быть недовольны всем чем угодно, и все это высказывать в эфире. И все это будет передаваться, вы знаете куда, не в Wargaming, через Wargaming в спецслужбы государств. Это очень серьезный рычаг для белорусских спецслужб и все такое. И российских спецслужб, ну, это одно и то же. Ну, и что, давайте посмотрим, что дальше. Вот они дают свою информацию. Мы пишем, в смысле, пишут они в настоящей политике. Мы, там, нас, Wargaming, тра-та-та. А термин продукты означает наши, значит, продукты, игры, мобильные, там, всякие веб-сайты. Вот, перечисляют веб-сайты все. Ну, и так далее. Контактные данные пишут по любым вопросам. Ну, это уже фигня всякая. Резиденты Калифорнии и Невады. То есть, есть информация, значит, для резидентов Калифорнии и Невады мы тоже подготовили дополнительную политику конфиденциальности. По законам, в соответствии с законами штатов. Вы понимаете, да? Общая информация тут у них дается. Мы обрабатываем ваши данные только в тех случаях, я прям взял и поверил на 100%. Есть ли такая обработка необходима для выполнения условий заключения с вами договора, условий наших? Ребят, я лично думаю, что все это уже, ну, можно не читать. Потому что самое главное написано наверху. Я считаю, что коды работают постоянно. Вот эти цифровые коды работают постоянно и вылавливают систему. Вот эти в системе во время игры, там же вы представляете миллиарды слов и какие мощные должны быть компьютеры и числовые коды для того, чтобы обрабатывать эту всю информацию, вылавливать и в автоматическом режиме записывать лицо человека, который говорит, причем микрофон и, соответственно, саму игру. Либо, если он пишет и у него есть камера, соответственно, записывать видео с камеры и плюс, ну, там же видно, как он тыкает пальцами и сразу у них идет информация, что там пишет этот человек. Ну, на мой взгляд, это именно так. Значит, дальше. Ваши предпочтения. В личном кабинете, это будет слишком долго, если я буду читать абсолютно все, потому что мы только третий абзац идем. В личном кабинете вы можете выбрать, как будут использоваться данные о вас. Поскольку мы должны установить вашу личность, прежде чем следовать вашим указаниям по использованию данных о вас, вам необходимо иметь зарегистрированный аккаунт для доступа к личному кабинету. Это означает, что при использовании демо-версии аккаунта полностью контролировать использование ваших данных невозможно. Это возможно только после дополнения демо-версии аккаунта до полного аккаунта. Например, в личном кабинете вы можете отказаться от получения прямых маркетинговых коммуникаций по электронной почте в играх и интернете. Подробную информацию можно читать где-то там. Отказ от получения прямых маркетинговых коммуникаций и права на возражение. То есть, вы понимаете, да, ребят, что в эту игру, ну, я считаю, что 50% играют дети. И вот человек, которому нет 15 лет, будет читать вот эту вот штуку. Класс. Он что-то поймет. Он нажал на кнопочку, окей, все. И продолжает играть. Вся информация в автоматическом режиме летит. Куда? Вы знаете. Дальше. Тоже интересно. Сейчас давайте посмотрим. Ну, я не стал дальше читать. Понимаем. Значит, мы информационная безопасность. Мы принимаем разумно обоснованные меры обеспечения безопасности для защиты ваших данных от потери, кражи и неправильного использования. И несанкционированного доступа. Конечно же, ребят, они эти данные просто передают ФС. Ну, вы знаете, кому-либо они продают эти данные. Как вы понимаете, бизнес по продаже данных никто не отменял. И у него, то есть у Кислого там немерено этих данных, ну, несколько миллионов человек играет в эту игру. Соответственно, у него данных немерено. И, соответственно, это карты банковские, это счета, это всякая вот эта фигня, которая, вся личная ваша информация, которая находится на компьютере, ваши переговоры во время игры, да и не только во время игры. Все это находится конкретно у них в информационной безопасности, которую они продают и берегут от потери, потому что они не заработают от кражи, потому что если ее украдут, то они не смогут заработать от неправильного использования и несанкционированного доступа. Потому что если несанкционированный доступ будет к вашей информации, то они не смогут украсть вашу информацию, вернее, взять и использовать вашу информацию для того, чтобы эту информацию продавать или каким-то образом в своих удобных, корыстных целях распространять эту информацию. Раскрытие, изменение, уничтожение, конечно, уничтожение не позволят они, потому что надо же продавать эту информацию и на ней зарабатывать. Они же будут на этом зарабатывать, не вы, принимая во внимание риски, связанные с обработкой и природой данных. То есть, конечно, если это президент какой-то страны, то природа данных не позволяет обрабатывать эту информацию, ну и так далее, и тому подобное. Обработка данных третьими сторонами. Интересно? Да, вообще класс. Мы можем передавать данные о вас, ну то есть написано, да, все, что я сказал раньше, это говорит о том, что вот, вот, все, вот, мы можем передавать данные о вас. Нашим, ну, не важно кому, да, о вас. Мы можем передавать данные о вас. Все, вы нажимаете, когда окей, вы соглашаетесь на то, что они могут передавать данные о вас аффилированным и дочерним компаниям, поставщикам или агентам, но это, конечно, агентам не ФСБ, не КГБ, там, не каких-то там КГБ, в смысле, каким-то агентам, нет. Агентам, их агентам, именно тем агентам, тем товарищам, то есть частным лицам, либо физическим лицам, которые распространяют эту игру, грубо говоря, скорее всего, которые распространяют, может быть, и ваши данные. То есть это не агенты каких-то служб, чтобы вы понимали. Работающим от нашего имени, как я и сказал, в целях указания в настоящей политике, указанных в настоящей политике. Например, мы можем привлекать компании, то есть юридические лица, для оказания помощи в защите и обеспечении безопасности наших систем или продуктов. А как защита и обеспечение безопасности? Это, ребята, может быть все, что угодно, абсолютно может быть все, что угодно. Защита – это передача информации ФСБ. Чтобы ФСБ не закрыло эту компанию Wargaming, это может элементарно быть защитой самой компании. Просто сотрудничать, как вы знаете, многие сотрудничают именно для того, чтобы зарабатывать на этом деньги и быть под прикрытием вот такой мощной государственной какой-то конторы. Все наши поставщики, агенты должны соблюдать наши требования. Безусловно. Потом какой-нибудь попадется человек, который так же, как и, не помню, как они там, Сорос почему-то мне в голову лезет. Нет. Тот, который распространил информацию Пентагона, вот помните, потом за ним охотились. Вот то же самое будет здесь. Какой-нибудь товарищ найдется, который всю эту информацию удаст. Значит, соблюдать наши требования и к конфиденциальности и безопасности данных. Им не разрешается использовать ваши данные в личных целях, кроме указанных нами. Вот, ребят. Ну, это очевидно, это понятно. Какие могут быть такие компании, могут находиться за пределами, то есть, европейской экономической зоны. Ребят, то есть, это может быть спокойно, элементарно, какой-нибудь то же самое, ну, не Пентагон, а ФБР, может быть, элементарно. Вся эта база данных передается им. То есть, они сотрудничают со службами. Безусловно. По-другому, ребят, никак. Сто процентов. Миллиард процентов даю на то, что это так. Ну, вот и данные по детям здесь какая-то, хранение данных, игры, неиспользующий аккаунт. То есть, ну, вот смотрите, сбор информации при использовании вами наших продуктов, мы собираем информацию. Ну, то есть, здесь уже все написано было, как понятно. Так, данные о личных контактах. То есть, здесь можно очень много читать. Куки, то же самое, это понятно, всем понятно, что это такое. Собирает, опять же, информацию, отслеживает и передает с помощью именно них, там, ну, в том числе, информация, связанная с игрой. Для быстрого и эффективного предоставления вам услуг нам необходимо собирать информацию, хранить о вашем использовании. Мы называемую игровую статистику, под игровой статистикой мы понимаем о ваших предпочтениях, достижениях в игре, участиях и действиях там. То есть, если они видят, что вы какой-то статист, офигенный игрок, крутой, то эту информацию они передают сами знаете куда, сами знаете для чего. Потом с вами вдруг связывается какой-то агент, либо ФСБ, либо ФБР и говорит, мы вам предлагаем работу, потому что у вас охренительные умственные там способности, там, или руками вы очень круто работаете. Я не знаю, как там эти статисты фигачат. Мы вам предлагаем с нами работать, потому что у вас мозг работает не так, как у 95% игроков в этой игре, соответственно, населения. То есть, вы отличаетесь, и мы хотим вам предложить работать. Ну, вот примерно как-то так, возможно, да? Пожалуйста, то, что я говорил по поводу вашей квартиры. Все они собирают без проблем. Я не хочу, вот, обнаружение мошенничества, вот они могут обнаружить мошенничество, но они с читерами никак не могут никаким образом, вот, почему-то до конца сработать. Вот, я не знаю вообще. Так, я выборочно первый раз вообще смотрю это, и вы подумаете, что это бред какой-то я говорю, но, ребят, поверьте мне, это 100%, все, что я говорю, это абсолютная правда. Если вы мне не верите, со временем вы поймете, что это так. Значит так, дальше смотрим. Партнеры для хранения данных. Сразу видно Google, да? Как мы знаем, Google работает с ФБР, Facebook работает, ну, в данном случае Google. То есть, вся информация, которая находится здесь, она находится у ФБР 100%, ребят. 100%. Ну, и можно смотреть, там, Amazon какой-то, веб-сервис, там, еще там что-то, какие-то неизвестные, вот, лаборатория какая-то, эсэй. То есть, я так думаю, что, ну, четко работа с этими товарищами. И самое главное, вот, самый главный, основной вопрос, будут ли люди уходить от этой игры? Да нет, конечно. Скорее всего, нет. Просто я вас хочу предупредить об этом и хочу вам сказать, чтобы вы во время игры, во время получения удовольствия от игры, не болтали много языком своим, следили за своими текстами. Текстами и заклеивая эти камеры и все такое. То есть, это, на мой взгляд, важно. Так. Дальше. Что у нас здесь? Партнеры по исследованиям. Мы можем передавать доступ к некоторым вашим данным. Например, игровой статистикой для передания маркетинга и исследований, других исследований. Мы сообщаем анонимные данные нашим партнерам. То есть, они сообщают и анонимные данные нашим партнерам. Если ваши данные не нужны для запрашиваемых услуг или исследований. Класс. Что-то здесь я видел государственное. Сейчас, секунду. Или мне показалось. Так. Общая информация. Ваши... Так. Так. Компания по коррупции и мошенничеству. Партнеры по логистике. Вот. Государственные органы и аудиторы. Значит, некоторые данные... Значит, мне не показалось. Все нормально. Некоторые данные подлежат раскрытию. Блядь! Извините, сука! Ну, 100% написано. Пункт 15. Некоторые данные подлежат раскрытию государственным органам. Например, налоговым, таможенным органам, аудиторам и другим компетентным сторонам. Твою мать! Ребята, все, что я говорю, прописано здесь. Текст элементарно. Вот, еще раз, государственные органы. Они явно агенты. Вот, Wargaming, это агенты ФСБ и агенты государственных служб. Соответственно, имеется в виду вот этих вот типов ФСБ. Значит, во всех странах, скорее всего, где они представляют эту игру. Вот в каких странах существует эта игра, в тех странах они и представляют информацию о всех игроках, о всех аккаунтах, о всех информациях, связанных с этими аккаунтами, о всех информациях, находящихся в компьютерах игроков в этой игре. Ребята, это просто жесть. И они пишут русским языком, черным по белому, государственные органы и аудиторы, двоеточие. Некоторые данные, некоторые, ребят, это якобы, ну, типа некоторые, это, ну, например, я не знаю, что, где вы живете, например, да? Это вся информация, любая информация, которая будет запрошена, запрашиваема какими-то службами, специальными службами различных стран, будет передана этими уродами из Wargaming в эти страны, в эти спецслужбы. Некоторые данные подлежат раскрытию государственным органам, например, налоговым, ну, например, вы покупаете каждый там раз, ну, допустим, налоговый у вас спросит, у них спросит информацию о том, покупаете ли вы танки, делаете ли вы какие-то вложения, ну, там, покупка, это должен быть какой-то налог, наверное, я не знаю, или вообще фактически имеет человек деньги или не имеет, или у вас вы не имеете права играть, допустим, в эту игру каким-то образом, они запрашивают и те связаны, ну, те дают информацию аудиторам и другим компетентным сторонам, ребят, компетентные стороны, это как раз специальные службы, спецслужбы государства в соответствии с законодательством каждой местной юрисдикции, в которой мы работаем. То есть, сто процентов, о чем я говорю, в каждой стране, то есть, в каждой стране есть своя юрисдикция, местная юрисдикция, соответственно, каждой местной юрисдикции, в которой они работают, они передают информацию всем спецслужбам, то есть, ребята, мы все находимся на виду спецслужб, сто процентов. Ну и так далее, дочерние, ну, тут уже все, да? Если раньше кто-то еще сомневался, вот в начале текста, вот здесь вот, когда я начинал текст, с первых двух было понятно абзаца все, то здесь сто процентное подтверждение информации, сто процентное, ну, миллион процентов, спросите любого юриста, он вам скажет. Вот так вот, ребят. Вот так вот, ребят. Дальше не имеет смысла, наверное, читать. На этом все. Большое спасибо, что посмотрели. Пишите обязательно комментарии, делитесь своими мыслями. Мне будет полезно. Ставьте пальцы вверх, мне будет тоже приятно. Ну и подписывайтесь на канал. Мне это тоже нужно. Спасибо, друзья. Всем удачи и пока.